У чеченцев не было никаких фамилий до прихода русских. У самих русских не было никаких фамилий до прихода в Чечню. Вообще-то такая практика фамилий, она появилась относительно недавно. Салава. Вассаламу алейкум, черкесс-кабардинский, япон, бывший горон. Не идешь воевать, мусора насилуют. Идешь воевать, кадыровцы, тумсов. В русском мире у мужика вообще есть шанс остаться неизнасилованным. В алейкум ассаламу аderхатографии. Это была новость, что каких-то там военных российских изнасиловали к адыровции в Украине. Вопрос, Салава, это ирония на эту тему. Бывший горон, Салава. У русского мужика вообще без вариантов. Там по-любому со свистом. Томса, стоит ли за границей в быту в разговоре говорить, что ты русский из России, или лучше притворяться украинцем? Думаю, где-нибудь в Польше вечером в переулке можно получить по морде даже за русскую речь. Ну, я не знаю. Я не могу тебе на этот вопрос ответить. Я думаю, что ни в коем случае не нужно вообще никого обманывать, причислять себя к каким-то другим народам. Я, к сожалению, так получилось, что в этой загранице нас здесь воспринимают как граждан России. К сожалению. Потому что мы имеем эти паспорта, хоть и не по своей воле, мы приезжаем, нас здесь записывают как граждан России. И вот в любых документах, которые нам выдают, бывает написано РУС. Мы говорим на этом языке, на русском языке. То есть я что хочу сказать. Когда меня впервые вот видит кто-то, то он меня воспринимает как россиянина. Люди-то не знают этих всех наших нюансов, что там это только потом, когда ты уже говоришь, что ты чеченец. Там уже, если кто-то не знает, ты можешь очень быстро ему как бы объяснить, что ты не россиянин, что ты вообще человек не русского мира. Еще когда сопротивление русскому миру еще не было мейнстримом на этой планете, мы еще тогда сопротивлялись русскому миру. То есть, поначалу они этого не знают. Но я как бы не заморачиваюсь по этим вопросам. Я говорю на русском языке, показываю эти документы. Потом, когда, если возникает какой-то вопрос, я объясняю. Я думаю, нужно поступать таким же образом. Почему ты за соединение Чечни? Разве нельзя жить в мире с Россией вместе? Не хочу. Мы не хотим. Мы не хотим жить в мире с Россией вместе с Россией. Мы не хотим. В составе России не хотим. Мы хотим жить в мире с Россией, но как разные государства. Независимые, суверенные два государства. Можно же так? Почему мы должны именно вместе жить? Почему мы должны быть вашей колонией? Почему мы должны быть в составе вашей страны? Мы не хотим этого. А кто мы из чего-то решил, что вправе говорить за весь народ? К счастью вправе, так как народ на протяжении двух войн ликторами пролитой крови показал, чего он хочет. Поэтому да, я могу это говорить в целом за народ. Абсолютное большинство чеченцев доказало своей кровью, что не хочет быть частью России. И абсолютное большинство чеченского народа прекрасно помнит, кто их выслал, кто их убивал, кто их угнетал, кто их постоянно притеснял различными способами, но всегда на религиозной и этнической почве. Мы это очень хорошо помним. Поэтому я могу говорить это и говорю за весь народ. Абсолютное большинство. А всякие подобные Кадырову, какие-то там отчепенцы, да, среди нас они, конечно, тоже есть, но это такое меньшинство среди нас, на которое я даже не обращаю внимания и не должен на него обращать внимания. Кстати, ОВЕ в окончании русских фамилий, а у чеченцев до прихода русских какие фамилии были? У чеченцев не было никаких фамилий до прихода русских. У самих русских не было никаких фамилий до прихода в Чечню. То есть они, эти фамилии, вообще такая практика фамилий, она появилась относительно недавно. То есть когда появилась необходимость в таких документах, начали это как-то стандартизировать по всему миру, тогда эта практика появилась. Поэтому у нас раньше до оккупации у нас вообще не было фамилий. Как и у самих русских тоже их не было. Посмотрите там, те старые какие-то записи времен даже, той же Кавказской войны, там же нет. Это больше как прозвище идет. А у нас друг друга знали, как такой-то сын такого-то, из такого-то ТЭПа, из такого-то села. Вот так вот людей узнавали. А вот когда нас оккупировали, вообще первые фамилии у нас, по-моему, они появились во время ссылки. То есть тогда нас начали уже как-то документировать и давать нам вот эти фамилии. Томсо, твоя деятельность в Ютубе, в Телеге является основным твоим источником заработка плюс занады. Или ты подработку делаешь параллельно, если не секрет, то не говори. У меня нет никакой подработки, вообще никакой другой деятельности нет. Есть только вот эта деятельность. Пока, во всяком случае. Если в дальнейшем у меня появится какая-то, может, ресторанный бизнес, но пока нет, ничего больше нет. Что скажешь про последнее выступление Зеленского про Кавказ? Очень хорошее выступление Зеленский, в отличие от кремлевских старичков, знает, умеет, практикует. Скажи по-браске, ты знал, что у Кадырова кличка Люля? Конечно, знал, весь мир это знает. Он сам почему-то себе дает кличку в Дустум. Даже после того, как Дустум соскочил с Афганистана, он все равно себя называет Дустумом. Но он больше известен у нас как Люля. Почему Шамиль назвал его Мудштуковым? Это не Шамиль его назвал. Это кличка у него была. Видимо, его так в селе называли. Шамиль просто привел ее. Как ты думаешь, сколько будет длиться война? Я не знаю, друзья. У меня нет таких способностей делать прогнозы. Не могу этого вам сказать. Но смотрел Иларионова. Иларионова сказал, что минимум три года она будет идти. И он приводил доводы. Его доводами было то, что и Россия, и Америка заложила в план три года. Все какие-то соглашения, которые делаются в связи с этой войной, они все заключаются на три года. И исходя из этого, он сказал, что это значит, что война минимум рассчитана на эти три года. И она будет, скорее всего, идти минимум три года. А возможно, она будет еще дольше. Сегодня по очереди, как грязно, Деремганов повторял по сто раз. Бандеров, Ценнацик и Шайтаны за пять минут, побив рекорд Рамзана с количеством дон-дон. Но им приходится вот эти вот абсурдные вещи повторять. ПОВТОРЯТЬ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...